Сколько людей, столько идей, двигатель прогресса Выше, быстрее, сильнее, как в одной известной песне А главное вместе, искать новые пути И в этом мире вдруг себя, наконец, найти Ради нашего общего будущего Мы должны становиться лучше И не ждать удобного случая Делай сейчас, все получится Во имя всеобщей идеи Флаги поднимутся ввысь Мы здесь и пришло в наше время Строить новую жизнь Во имя всеобщей идеи Флаги поднимутся ввысь Мы здесь и пришло в наше время Всем привет, дорогие друзья, всем, кому неравнодушна молодежь И всем, кому интересно было событие, которое происходило в марте месяца 24 года в городе Сочи Это Всемирный фестиваль молодежи Я продолжаю вас знакомить с теми событиями, мероприятиями, которые задели меня Которые понравились многим участникам фестиваля И в эфире уже 15 выпуск фестиваля Друзья, я рассказываю вам то, что мне действительно стало интересно и заинтересовало И посеяло где-то, а может быть уже реально дало определенный всход в моем проекте В проекте «Звезда будет самим собой» Ну, поехали! Креативный разговор с Иваном Охлобыстиным Всем известный актер, продюсер, режиссер Креативный разговор – это встреча с важными людьми в современном искусстве и медиа И то, что они рассказывали на этих мероприятиях, это было деление опытом Рассказы о своем пути к профессии Эти люди, они не только рассказывают про свой творческий путь, но и раскрывают некоторые… Ну, так же и раскрывали они свои творческие секреты Показывали мастерство и выполняли интересные задания гостей в режиме реального времени Разговор о всем важном И было очень приятно наблюдать, насколько проявляет интерес молодежь к данному представителю нашего искусства и медиа И я поехал в 1989 году в Штаты, в Чикаго На фестиваль студенческих фильмов И получил первый приз «Серебряный орел» Меня не решились одного отправить У нас была по работе с иностранными студентами проректор А все проректоры по работе с зарубежными студентами были КГБшники И она со мной отправила другую девочку с экономического факультета из очень состоятельной столичной семьи с знанием английского языка С совершенным знанием Они боялись, что я не вернусь Но они плохо знают деревенских Я, собственно говоря, смысл Я вернулся, а вот девочку, которую со мной послали, нет Олег Рой Цена успеха – неутомимое стремление и амбициозные цели Успех – это не желание или надежда Истинный успех – это старание, труд и целеустремленность Нельзя ничего добиться одними мечтами, какими бы прекрасными они ни были О том, как поставить амбициозную цель и не заблудиться на пути ее достижения в формате открытого диалога Была беседа с одним из самых популярных авторов России Дмитрий Пучков, беседа с ним была на тему А если заглянуть в будущее, каким станет мир? Когда мир необратимо меняется, важно осмыслить все процессы Вместе с Дмитрием Пучковым участники фестиваля попробовали ответить на непростые вопросы Кто устанавливает новые правила и на чем они основаны? Что из того, что начинается сегодня, станет главным завтра? Какими станем мы и какой вклад в будущее можем внести? Вот у нынешнего поколения, как вы его оцениваете? Какие плюсы и минусы? Нормально, знаете, при советской власти была такая смешная заметка Где три цитаты про то, что нынешняя молодежь ни на что не годится Все придурки взрослых не уважают нам кранты Вот все три они так выдержаны На одной три с половиной тысячи лет, другой две, другой третий полторы То есть мнение взрослых про молодежь не меняется никогда вообще При этом они почему-то не помнят, какие они были сами То есть попав на роль взрослых, где надо воспитывать кого-то Нет, вот мы были не такие, как же они такие? И я вот хорошо помню, какой я был Ни лучше, ни хуже Отвратительный, в общем-то Это вырасти надо Вот, поэтому, ну что Единственное, знаете Единственное отличие, на мой взгляд Это вот у нас не было интернета А у них есть И люди моего поколения Ну что это такое? Мы вот гуляли Крапиву рубили палками Били друг другу морды непрерывные Что мешает сейчас крапиву нарубить? Не-не-не-не А они вот, вот мы были хорошие А они вот сидят, все смотрят в телефоны Это плохо Я говорю, знаешь почему ты крапиву палкой таруил? Почему? Я говорю, потому что у тебя телефона не было Был бы телефон, ты бы точно так забыл про крапиву А они совсем не общаются Как же не общаются, если они через телефон общаются? Ты не видишь просто Общение, оно гораздо шире, больше Я вот лично другое вижу Они, например, категорически не такие агрессивные, как были мы То есть у нас за кривое слово поломать лицо Это следите за речью Они, наверное, за речью и не следят Ну и не бьют друг друга так, как били мы Это, я считаю, серьезнейший прогресс Плюс через интернет, ну я не знаю Когда-то у нас надо было записаться в библиотеку Взять книжку, прочитать Приехал, уехал Теперь все перед тобой Пользуйся вообще всем, чем только можно Учи иностранные языки Смотри кино, читай книжки И самообразовывайся Простор кругом Возможно, не все к этому стремятся Но возможность-то есть, а раньше не было Опэлтанк Пранк Пранк Это не просто невинный розыгрыш И деятельность знаменитых пранкеров Вавана и Лексуса Это только подтверждает Они стали неотъемлемой частью сферы, которую специалисты из МГИМО называют альтернативной дипломатией И как пранк превращается в способ Раскрыть правду Участники фестиваля Узнали на этом Мастер Просто о науке В том числе, как создаются высокочувствительные датчики для мониторинга здоровья Как геологи используют водород в низкоуглеродной энергетике Как генетические исследования меняют прежний образ сельского хозяйства Ну и многое другое Следующий пунктик Круглый стол Российская блогосфера В 2024 году Современная российская блогосфера объединяет людей разных профессий и интересов Создавая удивительную мозаику информации и эмоций Блогеры стараются быть оригинальными и интересными Предлагая своим читателям разнообразный контент От путешествий и кулинарии до науки и моды Но чем живет эта сфера в России сегодня? Каков портрет востребованного блогера? И какие возможности для реализации и заработка сегодня? Предлагают отечественные платформы? На эти вопросы отвечали главные отечественные специалисты контента и медиа Творческая встреча Евгения Миронова Она называется «Учителя в моей жизни» Поэтому предлагаю посмотреть Смотрим Ну привет Ха-ха И действительно мы видели его в разных ролях Сахман конечно говорил о самой такой его любимой роли Охота на пиранье Фильм такой был, где он сыграл злодея И рассказывал очень интересные истории Я подумал, чем я могу быть вам полезен На самом деле чужой опыт К сожалению никогда почти не помогает Всегда нужно самому набить шишки Тысячу раз ошибиться, чтобы потом пойти правильным путем Но с другой стороны Попытка не пытка, правильно Я хотел бы с вами поделиться своим опытом Рассказать вам о своих учителях Мне кажется это важная тема Потому что каждый из вас Вот идя по этой дороге Вперед Вы только начинаете, повторяюсь И жить И творить И работать Важно, чтобы у вас были ориентиры какие-то Чтобы вы не сбились Потому что иногда очень сложно определить В ту ли сторону идти Или в эту сторону И конечно в этом смысле вам Могут помогать учителя Это не обязательно даже люди Это могут быть книги Это могут быть уже живущие люди А могут быть и не живущие Но это примеры очень важные Которые вас ориентируют А соответственно и выбор ролей Выбор проектов В которых я хочу участвовать Он становится тогда Очень важной частью этой профессии Я должен выбирать правильно Мне предлагали в разные годы Разные роли В том числе маньяков Играть А профессия Ну например Чикатило Такой был маньяк Может вы слышали Который убивал людей Страшный, страшный Ну слушайте Актер должен И уметь играть все Кстати злодеев Играть намного легче И интереснее Вопрос Смогу ли Для чего я это делаю? Смогу ли я это А я должен как артист Оправдать любого героя Иначе я не буду От имени его Ну говорить уверенно Когда я снимался в фильме Охота на пиранью Может кто-то из вас видел Такую картину Да, там я играю Злодея Такого Злодея Который, значит Прям злодей Злодеевич Я вставил в картину Попросил сценариста Режиссера Почему он стал таким? Мне было важно Не то, что он такой Вот сволочь и садист Почему он стал таким? Мне нужно было Ну оправдать ситуацию И мы вставили историю про детство Когда в детстве С родителями Они были на какой-то Секретной Значит Какая-то Секретная была Лаборатория И Что-то там случилось Облучение По вине Значит По вине Каких-то людей И он мстит Он мстит За свое детство За то, что он потерял Родителей За то, что он стал таким больным Практически человеком Вот мне было важно Что вначале Есть за что мстить Понимаете, да? Тогда я его оправдал Чикатило я оправдать Не смог Я отказался от этой роли Так вот Выбор Выбор Это очень интересно Дмитрий Медведев Сегодня наш разговор пойдет о том Без чего не может существовать Ни одно государство в мире О его границах Не только границах на официальных картах Но границах в более широком смысле этого слова Когда речь идет о нашей стране О России Важно осознать Где и как ее границы очерчены в наше время Насколько они изменились за столетия И каковы они могут быть в будущем Это разговор о той базовой системе координат В которой существует наша страна сегодня И не просто существует Мыслит, действует, сражается и побеждает Мы строим будущее нашей страны Которая выполняет сегодня Особую судьбоносную миссию В глобальном мире И нет сомнений Что эта миссия будет исполнена Вот О наших границах Точно и лаконично высказался наш президент Границы России Нигде не заканчиваются Это очень хорошие слова Хочу сказать об очевидных вещах Которые прекрасно понимают Наши друзья и союзники Ну и что наши оппоненты По идее Должны зарубить у себя на носу Назову несколько тезисов Первый Чужой земли нам не надо Но от своего мы не отступимся никогда Так было и так будет Наша история это доказала уже не раз Это принцип по которому строится Наша государственная пограничная политика Напомню один факт Он известный Но тем не менее Совсем скоро В конце марта Исполнится 210 лет Со дня взятия Парижа Русскими войсками Наведя порядок в Европе Мы добились тогда Смены власти в Париже На приемлемую для Самих себя Российской империи И для наших союзников А затем вернулись С развернутыми знаменами К себе домой Причем благородно Выплатив При этом Долги даже Последнему Парижскому Трактирщику Столь далеко На запад Мы не заходили Ни до Ни после Зачем нам это Вообще было надо Необходимо было Разгромить противника И устранить Прямую Военную Угрозу Но кроме того Россия Преследовала И большие Геополитические цели Одной Из самых важных Была глобальная Безопасность Наших рубежей На продолжительное Время Эффективно ее обеспечить Можно лишь в том случае Когда страна уверена В стабильности Ситуации За рамками Прямого Периметра Образованного Пограничными Столбами Государства То есть в гораздо Более широких Масштабах Причем Чем больше Страна Тем больше Масштаб Внешней Стабильности Который Для этого Нужен Это понятная Закономерность К чему я веду Авторы Разнообразных Геополитических Теорий Разных стран От Европы Америки До Китая Молчаливо исходят Из очевидного Но весьма важного Тезиса У любого Государства Как суверенного Субъекта Международных Отношений Есть два типа Границ Географические И Стратегические Первые представляют Собой Устойчивые Официально признанные В соответствии с международным правом Демаркационные И Делимитационные Линии Которые фиксируют Географические пределы государства Это Один из главных элементов Его политико-территориального устройства В пределах Этих границ Государство Как известно Обладает полным суверенитетом Речь идет о Стратегической Автономии Независимости от других Стран О верховенстве Власти В проведении своей Внутренней политики То есть о том Что обычно Именуют Внутренним Суверенитетом А также О самостоятельности Во внешних делах То есть В внешнем суверенитете А вот О втором О стратегическом Типе Границ Предпочитают Лишний раз Не упоминать Говорить Говорить о них Вроде как Некий Политический Мавитон Тема На которая Подчас Наложена Негласная Табу И как обычно Именно Такие вопросы Имеют Наибольшее Значение Эти границы Не сводятся К физическим размерам Странных Воздушному пространству И территориальным Вводам Они не связаны Напрямую С государственным Суверенитетом Стратегические границы Того или иного Государства Прямо зависит От того Насколько далеко Простирается Его политическая Мощь